Приветствую вас. И судя по тому, что вы испытали, ваше чувство вины, которое вы испытываете, оно завязано на вас самих. То есть вы вините себя в том, что произошло, и девушка здесь выступает, как бы сказать, она у вас есть средства. Если вы предали ее, спасали перед силой, то это означает, что вы вначале были в себе не уверены, и вы в себе сомневались. Сейчас, когда вы совершили этот поступок, предательство, вы как бы получили подтверждение своей неуверенности в себе. И теперь думаете, что либо вы никогда уже не будете шефливы, никогда не будете достойны чего-то, и вот появилась твердая уверенность, что вы, ну, собственно говоря, хуже других людей, мужчин и т.д. На ум приходят комплексы, на ум приходят сомнения в себе, которые любят с детства, которые нужно разбивать, нужно устранять, может быть какие-то страхи, может быть что-то еще. Необходимо подробно разобрать ситуацию, из-за которой все началось, дабы изменить ваше отношение к ней, извлечь опыт, отпустить ее. И самое главное, дать себе право на ошибку. Вот это самое главное, потому что никто никогда не понимает чего-либо, без ошибок. Только путем проб, только путем оступлений, только путем неудач, можно понять, что действительно важно. Раз вы предали девушку, значит, вы, наверное, не осознавали все важности ее и отношений для вас. Зато теперь вы понимаете, что так делать не зря надо. Разве это не прекрасно? Разве это не здорово, что благодаря этому происшествию вы поняли, чего действительно делать нельзя? А ведь другой человек на вашем месте мог бы сделать вывод, что он и предал вас, если это украшает самому. В таком случае я договорюсь о том, что вы сделали правильный выбор, вы лучшие, вы хорошие, просто вы ошибли, так же, как ошибаются в себе. Но проблема в том, что вы не отпустили эту ситуацию, вы продолжаете ее переживать, а это говорит о том, что вы не извлекли в должной мере опыт из нее. Вы не стали богаче в плане опыта, вы не стали мудрее. Из-за этого возможно вас преследует тревожность. Из-за этого возможно вас преследует опасение, что ситуация повторится вновь. Из-за этого вам кажется, что вы недостойны. А это действительно не так. Как я уже сказал, ваше поведение с девочкой имеет причины. Несмотря на то, что само обстоятельство являются само по себе причиной, уже в действительности, в действительности, у этого поведения есть еще причина. Причина, скорее всего, кроется в детско-родительских отношениях и в некоторых комплексах. Вот именно они и мешают вам, собственно говоря, перестать себя винить, перестать себя обвинять и стремиться уйти от реальности. Разобрать эту ситуацию, познать причины, по которым вы пришли к тому, что с вами есть сейчас, и вы перестанете себя винить напротив, будете стремиться так лучше. Ведь это конструктивный путь. Это путь, направленный на прогресс. А вы сейчас встаете на деструктивный путь, который вам только лишь вредит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok